всем приветики я недавно записал видео про обзор звуковой карты но с ним возникли небольшие проблемы там оказалось что звуковая дорожка на ней слишком много было свистящих букв я вот три дня с ним возился я записал 26 числа ночь но с 25 на 26 ночевое видео и только вот сегодня 28 числа вечером выложил его на youtube дело в том что я вот три дня мучился не мог никак разобраться со звуком дело в том что у меня здесь были проблемы оказывается что звук свистел слова там можно даже сейчас прослушать я сейчас удалю по логин который там стоит чтобы был чистый звук и можно прослушать это там играете и вдруг слушаете какие-то громкие звуки неудобно будет переключаться на windows и ну делать громкость потише гораздо удобнее будет просто патч ну вот слышно что подсвистывает как бы буква с и я вот пытался что-то с этим сделать три дня там всякие искал решение и в итоге нашел такую такой плагин для sony vegas он подходит и для оба и со тоже подходит в общем вы скачиваете плагин называется он tdr nova он бесплатный его можно найти в интернете и дальше вы просто его копируете в папку c программ файл с x86 vs vs the plugins если у вас папки vs the plugins нету то вы просто ее создаете это для sony vegas а также можно зайти в c программ файл с и тоже создать папку vs the plugins и сюда забросить его это для оба и со то есть cbr к программ файл с vs the plugins это стандартная папка в которой vs ищет плагины x86 тоже программ файл с vs the plugins это там где стандартная счета плагины sony vegas собственно даже вот и в настройках можно это увидеть vs the эффекты и вот собственно дефолт фолдер vs the plugins x86 но вы можете переназначить с вам не нравится ну и дальше вы просто нажимаете на fx на аудио дорожки ну либо на конкретном звуковом файле но у меня проблема была со всей дорожкой поэтому я нажал на всю дорожку и выбираете а тогда верного который здесь у вас появился добавить окей и вот вас открывается такое окошечко здесь есть перед установки и как бы в нем еще не сильно разобрался потому что здесь все на английском плюс здесь столько много настроек но в целом вот здесь есть предустановка и ds ну то есть у вас с свистит и ads как бы это все ну как бы улучшает такое состояние и вот когда вот у вас уже появилась предустановочка такая специально для этого дела и здесь и стоит of вы ставите на им входящий входящий звук ну и дальше дальше вы можете вот подвигать вот эту штучку то есть чем больше вы двигается тем сильнее она будет влиять на вашу дорожку то есть треш холд это нижняя полоса какой-то такой передел и гейн насколько она будет опускаться в момент того когда будет ваши свистелки доходить до какого-то уровня ну вот можно прослушать что получилось уже должно работать слушать какие-то громкие звуки не удобно бы переключаться на windows и ну делается громкость потише гораздо удобнее будет просто пальчиком покрутить и вдруг слушать и какие-то громкие звуки не удобно бы переключаться на windows и уже слышно что стало получше то То есть, если вот убрать TDR, снова убрать галочку и снова включить. И вдруг слышите какие-то громкие звуки. Неудобно будет переключаться на Windows. Ну, делается громкость потише. Слышно, что уже так все звенит. Опять ставим галочку. Гораздо удобнее будет. Звуки неудобно будет переключаться на Windows. Ну, делается громкость потише. Гораздо удобнее будет просто пальчиком покрутить. То есть, слышно, что уже особого звона нету. И стало немножко поглушее. Но тоже сильно загонять не стоит вниз. То есть, вам даже особо делать ничего не надо. Просто выбрали настройку DS. Выбрали IN. Ну, то есть, входящий сигнал. Есть выходящий, есть входящий. Ну, я его нажимаю IN на входящий. А дальше просто вот там, где оно стоит, немножко трэш-холд опустили, но пониже. И гейн тоже опустили. И все. И оно уже довольно-таки, что мне нравится, особо настраивать ничего не надо. Уже лучше становится. Но звук становится же не такой сочный, как был из венящей, а такой глухой, как из бочки. Поэтому тоже сильно с этим не заигрывайтесь. Трэш-холд сильно не задавливайте. Поставьте в этом какой-нибудь 20, там, например. И гейн тоже. Тоже в районе там 2-3, там что-то такое. Вот так, 2.9. Ну, я ставил 2.9 на своей аудиодорожке, когда монтировал. И 20. Вот так у меня было. А, еще и срез ставил на восьмерку. А как найти срез, получается, вы, вы получаете, ставите банн-солд. Ну, вот в таком состоянии оно получается, вы слышите обрезанная дорожка без этих эсок. А когда включаете банн-солд, вы наоборот слышите то, что оно обрезает, по идее. Ну, вот можно послушать. И в таком состоянии оно можно как бы искать. Подвигать и послушать, где больше звенит, там оставить и найти, собственно, этот самый срез. И здесь нужно будет добавлять. Что, кстати, удобно. Опять же, если вы где-то там играете, и вдруг слушаете какие-то громкие звуки, неудобно будет переключаться на Windows, ну, делать громкость потише. Гораздо удобнее будет просто пальчиком покрутить. Покрутите регулятор, сделать громкость потише, чтобы она не так сильно вас напрягала. Это удобно. То есть, у вас лежит на столе звуковая карта, и вы можете в любой момент, например, нажать кнопку и выключить микрофон. Или нажать кнопку и выключить наушники. Или все сразу отключить. Либо просто пальчиком порегулировать громкость. Ну, вот как мы слышим, я вот подвигал, и вот я послушал, что на 8.1 оно как-то звонче звучит. То здесь у нас больше всего верхних частот, ну, свистящие, это верхние частоты. Поэтому мы просто берем и отключаем BAND SOLT, возвращаемся в исходное состояние. Частота была 8.1, среза. Ну, остаемся на ней. И просто опускаем Gain. Можно даже уже ползунки двигать, чтобы было более точнее. И Gain опускаем на вот, на тройку, например. На троечку. Опускаем Gain. На троечку. И оставляем вот так вот двадцаточку. Ну, все, мы вроде как... Таким образом можно найти именно под свою дорожку тот самый, тот самый момент звона. И все, и теперь вот послушаем, что получилось. Там у нас было 1.27, по-моему, когда мы первый раз слушали. Да, вот оно. Слушайте какие-то громкие звуки. Неудобно будет переключаться на Windows, ну, делать громкость потише. Гораздо удобнее будет просто пальчиком покрутить. Покрутить регулятор, сделать громкость потише. Ну, вот получается, звук уже не такой, как из бочки, но и особо свистящих этих всех нету. Можно сделать, ну, как бы, треш-холд еще. Ну, предел этот вот, докуда оно там... Ну, я не знаю, как это объяснить. Я так понимаю, синяя это полоса глубина, до которой она может опускаться. А гейн это вот, насколько оно будет опускаться. Вот. Ну, и поставить, например, вот даже четверочку поставить, послушать, что получится. Слушайте какие-то громкие звуки. Неудобно будет переключаться на Windows, ну, делать громкость потише. Гораздо удобнее будет просто пальчиком покрутить. Покрутить регулятор, сделать громкость потише, чтобы она не так сильно вас напрягала. Это удобно. То есть у вас лежит на столе звуковая карта, и вы можете в любой момент, например, нажать кнопку и выключить микрофон. Или нажать кнопку и выключить наушники. Или все сразу отключить. Либо просто пальчиком порегулировать громкость. Кстати, на регуляторе громкости здесь имеются... Кстати, эта поверхность, вот эта вот блестящая, она очень сильно маркается. То есть стоит до нее один раз дотронуться, и она сразу вся будет заляпана вашими пальцами. И это, ну, неприятно. Лучше бы она была вот такой вот матовой. Тогда она бы не заляпывалась. А так стоит один раз дотронуться, и здесь сразу будет такое пятно от пальца, жирное. Ну, вот таким вот образом можно настроить. То есть вы находите свой срез через бансолт, где вас громче всего звенит. Там останавливайтесь, ну, то есть бансолт двигаете, пока не услышите сильный звон. Там ее услышали, остановились. Гейном, ну, переключились обратно. Гейном настроили. И трешхолдом тоже. Ну, вот троечки мне кажется. Просто, ну, если сильно зажимать, звук будет как из бочки. И остальные тогда звуки приглушаются. Ну, потому что видно, что вот синяя полоса, она много звуков забирает, как бы, ну, то есть обрезает. А так вот вы просто небольшой вырез делаете, именно этих звонких частот. Вот можно даже не сильно много, там, 15 и там, троечку, чтобы чуть, ну, чуть-чуть подрезать. Ну, смотря на сколько у вас там звенит, может, вообще сильно. Ну, еще есть такие штуки, как вот, как оно будет, кнопки, как оно будет, типа, или таким конусом вырезать, типа, скачок вниз и обратно вверх, либо вообще вот так вот опускаться и полностью вырезать. Или наоборот. Ну, здесь больше подходит вот такое, именно обрезать, именно вот эти вот верхние частоты. Так же можно добавить, если вам надо, лишние всякие кривые. Но, мне кажется, здесь это не надо. Вот, хватит, в принципе. И лично я делал гейн и трэш-холд. Ну, вот как я сейчас и показал, нашел, где-то у меня звенело, и гейнам просто задал минус 2,9, и трэш-холдам минус 20. Задал, и все, и больше ничего не делал. И стало, вроде как, получше, меньше звенеть стало. Вот. Именно это я и хотел вам показать. А так вообще здесь, ну, здесь, если разобраться, то здесь вот еще есть и выходное усиление, то есть вы можете делать громче на выходе будет. Ну, и тогда и все шумы тоже громче станут. И DrewMix, ну, это уже эквалайзер. Ну, и время атаки, сколько должно, наверное, звенеть, чтобы оно начало применять этот фильтр. И как долго оно будет применять. Ну, это уже тоже надо, как бы, это уже такие более точные настройки. Здесь еще есть какие-то вот, типа, ну, с одной стороны появляется такая вот кривая, которую можно подрезать звук. И с другой стороны тоже с ним нажать. Ну, я этим не занимался. Это вы уже, если, ну, сами, потому что это, ну, как бы, это на сети разбираться. А я и так три дня потратил. Я уже хотел быстрее с этим закончить. И как бы я реально устал три дня ковыряться с этим звуком. Это вообще... Вот. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok